Сотни тысяч рублей за испорченный отдых. Почему ожидания туристов не всегда совпадают с реальностью? На стенах тараканы, на полу тараканы, на балконе муравьи и тараканы. Путевка по цене поддержанного автомобиля. Правда ли, что турфирмы наживаются на своих клиентах? Сочи за 300 тысяч рублей, Анапу тоже за несколько сотен тысяч рублей. Заплатить за отель, но остаться без крыши над головой и без денег. Как работают сервисы по бронированию? Как минимум, это у вас не на одну Нобелевку тянет. Ну, либо на длинный срок за мошенничество. Вместо лежака у моря больничная койка. Кто в ответе за здоровье туристов? Ну, вот у меня сейчас... А, с Крабшина, да? Слушай, да нет, я просто не готов был. Нет, ну, посмотри, а как мне больно. Опасная выгода. Сложно ли продать вместо тура красивое обещание? Мы провели эксперимент. 25 тысяч за Турцию, согласитесь, очень приятная стоимость. Вам обман какой? Никакого обмана нет. Это Турция. Пятизвездочный отель Ultra All Inclusive. И это тоже Турция. Тот же самый отель, только в жизни, а не в рекламе. Видите, тараканы притаились. А еще муравьи, сороконожки и трещины на стенах. Москвичка Лидия Воеводина уверяет, провести в такой атмосфере хотя бы пару часов не согласилась бы ни за какие деньги. Но уже сама заплатила 150 тысяч рублей. На стенах тараканы, на полу тараканы, на балконе муравьи и тараканы. И на наши обращения и жалобы отель говорил, ну, они же не кусаются. Что такого? Спустя почти неделю девушка уговорила сотрудников отеля избавить ее от таких соседей. Но лучше не стало. На пятый день наших просто уже криков практически их потравили. Все трупы нам оставили, видимо, как в рёсном отце. Хотели нам голову, не знаю, лошади как-то нас взбодрить. Лидия подозревает, ее обманули. Ведь вместо шикарного номера на первой линии заселили в комнату гораздо хуже и дальше от моря. Без света в ванной и с черной плесенью на стенах. Пообщалась с другими туристами. Оказалось, недовольных немало. Вернувшись в Москву, решила вернуть деньги за испорченный отдых. У вас же есть какой-то представитель, который за качество отвечает. Вот нам только что женщине сказали, можно сюда пойти и с кем-то пообщаться. Я так понимаю, вы можете взять на москва. А нам нужен менеджер по работе с клиентом. В офисе туроператора, кажется, недовольных клиентов не ждали. Но не знать о них не могли. Туристы объясняют, писали жалобы. Вместо ответа оказались в черном списке. А вы сами написали там, например, жалобу на... Мы писали. Мы писали неоднократно и не получили от вас никакого исчерпывающего ответа. А потом у нас вообще в черном списке. Объяснить, почему после оплаты путевок отвечать на сообщение туроператор стал менее охотно, сотрудница не может, зовет коллегу. Пока его ждем, туристы рассказывают плесень и тараканы в пятизвездочном отеле. Еще полбеды. Отдых мог закончиться на больничной койке. Я упала кумбарем с лестницы. Я получила ушибы, и медсестра отеля мне просто потыкала в ушиб и сказала, ну, я ничего не сделаю. Вспоминает, уборщица отеля не поставила табличку «мокрый пол». В итоге падение с лестницы и травма. Показать следы, которые в эфире без купюр, мы не можем. Мы рады были вернуться в Россию с этого отдыха, который у нас так редко бывает. Видимо, в турфирме понимают, травмы клиента чреваты судом. И разбираться в проблеме приходит юрист. Мы требуем консенсации полной и стоимость в турах. Да, еще и качественно оказывает музыка. Написать можете. А, звучит на то. А ты немного обещаешь. Жалобы клиентов на словах мужчину не убеждают. Говорит, доверяет только фактам. Их пострадавшая туристка тоже готова предъявить. Ну вот у меня сейчас... А, страшно, да? Да нет, я просто не готов был. Нет, ну, понимаете, а как мне больно? Я его просто побитый с отдыха. Ну напишите про это. Да что напишем? По договоренности с юристом недовольные клиенты напишут еще одну официальную претензию с просьбой возместить стоимость путевки и выплатить моральную компенсацию. Если ответа и в этот раз не получат, обещают подавать судебный иск. И даже заявить в полицию об оказании услуг, которые не соответствуют нормам безопасности. Смотрите далее в специальном репортаже, какова цена хорошего отдыха. Миллион за то, что это реально не будет. Кто и как обманывает туристов, а главное, как вовремя распознать мошенника. Собирают деньги, да, не бронируют для вас туры, в общем-то деньги уходят и все. Мой дом, мои правила. За что отели штрафуют своих гостей и законно ли это? С гостем связывался лично я. Исписал штраф. Штраф тоже лично я. Турция за 80 тысяч рублей, Египет за 90, Сочи за 100 тысяч. Такие объявления дают турфирмы. Но насколько реальны эти предложения? Или в офисах продаж накручивают цены? Иду в один из таких под видом клиентов вместе с вице-президентом общественной организации «Прав Турсоюз» Александром Тепляковым. Скажем, отели эконом-классы, наверное, для девочки отельные. Давайте, чтобы дать все-таки. То есть мне надо подороже смотреть? Ну, скажем, не подороже, а просто чуть-чуть подойдем. Мне сразу же заявляют, за гарантии безопасности лучше доплатить. Путевки в Турцию меньше 70 тысяч за неделю не рассматривать. Это минимальный порог. Верхнего нет. То есть сейчас за Турцию какие-нибудь 300 тысяч, это тоже вполне реальные деньги? Да и миллион за Турцию это реальные деньги. Хоть миллион за Турцию – исключение, а не правило о том, нужна ли мне заграница, задумываюсь и иду в другую турфирму. Узнать о вариантах отдыха внутри страны. Мне предлагают Сочи. На 7 ночей будет стоить 150 тысяч на человека. На человека? То есть на двоих это 300? Те же Мальдивы. Нет, на двоих. Сейчас я вам скажу, сколько он будет стоить. Может быть, дешевле. После пересчета цифры практически не меняются. Сотрудница объясняет, всему виной высокий спрос. Вместо зарубежных курортов многие выбирают наши. Есть и люксовые предложения для тех, кто хочет заменить Лазурный берег Краснодарским побережьем. Прошу представителя Туриндустрии Александра Теплякова рассказать, были ли со мной честны туроператоры, называя такие суммы. Он заверяет, обман не увидел. Консультировали сотрудники правильно и стоимость туров называли рыночную. Камчатка за 400 тысяч рублей, Сочи за 300 тысяч рублей, Анапу тоже за несколько сотен тысяч рублей. Действительно, такие цены есть. И это пользуется спросом. По словам эксперта, на цену повлиял рост интереса к внутреннему туризму. Он продолжается уже второй год. Этим летом, по данным аналитиков, самым популярным российским направлением стал Петербург. 28% от всего спроса на путевки. На втором месте Москва. 15% путешествий. Замыкает тройку Краснодарский край. 13% от общего числа бронирований. Отсюда и высокая стоимость. Турагенты говорят, дешевле найдете в интернете. Но если на порядок, то уже не факт, что по такой путевке куда-то улетите. В социальных сетях предлагают вот эти вот хорошие предложения с 10-20% скидкой. В большинстве случаев, может быть даже в 100%, это действительно будут мошенники, которые собирают деньги, не бронируют для вас туры, в общем-то деньги уходят и все. Продавцов путевок в никуда находят и задерживают. Но подозрительно выгодные предложения вновь и вновь появляются в интернете. Полиция! Полиция, да. Бежурок! На хуй! Но может быть отдают деньги за воздух только уж слишком доверчивые люди и вычислить мошенника на самом деле легко? Пробую это проверить. Сама предложу несуществующие путевки людям на улице. Для чистоты эксперимента начинаю с того же, что делают настоящие злоумышленники. Создаю паблик в социальной сети с подозрительно бюджетными турами. Так группа создана. Остается только наполнить ее объявлениями. Брать я их буду от официальных турагентств. Использовать реальные объявления, но ценники заменять. Там, где было написано 100 тысяч, писать 40. Там, где было 60, 20. Создание турфирмы, пусть даже не настоящее, дело ответственное. Поэтому подхожу к нему основательно. Прошу знакомого дизайнера сверстать яркое объявление. Печатаю и бизнес готов. Осталось найти покупателей. Вооружаюсь вот такой бабочкой с крайне выгодными предложениями. Здесь Турция за 20 тысяч, Египет за 22, Мальдивы за 45, Дагестан за 8. Иду искать своих первых клиентов, которых, как мне кажется, или не будет, или будет очень мало. Потому что, по-моему, такие предложения должны насторожить. Выбираю наиболее людное место у метро. Начинаю активные продажи. Большинство проходят мимо. А те, кто все-таки останавливается, узнав цены, спешат попрощаться. Неужели чувствуют, что-то здесь не так? Вот сейчас друг покупал на неделю, на четырех. И сколько у него вышло? 270. 270? А мы вас всего лишь... Через 20 часа 280 было уже. Какой кошмар. А мы вас отправим за 25. Вот что-то какой-то обман. 22 числа нет, никакого обмана нет. Это на сколько времени? Это на 7 ночей. 7 ночей? Да. Причем all-inclusive. На уговоры мужчина не поддается и правильно делает. А вот эта девушка подходит сама. Просит подобрать выгодный тур на медовый месяц. Нам это как раз на свадебное путешествие. Свадебное путешествие? А куда хотели бы отправиться? Анталия или Кемер. Анталия либо Кемер. На двоих сколько будет? Смотрите, за одного человека у нас от 20 тысяч рублей. Это с перелетом. Это с перелетом, да. Саны нравятся. Уже представляет себя с мужем на отдыхе. Вспоминает. Всегда мечтала посетить Венецию. Мечту обещаю исполнить всего за 80 тысяч на двоих. Я в Венецию поделала. В Венеция? Ну, Венеция там подороже будет. Все-таки Венеция, наверное, от 42 тысяч за человек. Все входит, да? Абсолютно. Просит показать предложение и в моей группе в соцсети. То, что там всего два подписчика, девушку не смущает. Готова отдать деньги незнакомке. К банкомату не идем. Признаюсь, это был эксперимент. Если нормальная турфирма, у них должна быть хотя бы вот этот офис. Но вы ведь готовы были купить у меня, даже несмотря на то, что у меня нет офиса. С десяток отказов спустя у меня появляется новый клиент. Хочет в Англию. А я пробую пойти еще дальше. На этот раз прошу предоплату. Якобы за раннюю бронь. Ну, раз настроили, значит, надо ехать. За 45 тысяч рублей. Все, что сейчас мне от вас нужно, это предоплата в 5 тысяч рублей. Сначала мужчина отказывается, но потом понимает, так выгодно на Туман и Альбион его никто не свозит. Все, я тебе скинул деньги. Отправим. Номер напишите мне. Да, хорошо, сейчас. И вы мне сейчас скинете 5 тысяч рублей, как предоплата. Правильно? Все, отлично. Конечно, никаких денег не берут. Только обещание с несостоявшегося путешественника впредь быть осторожнее. Турецкие фирмы, как может, на Англию виза получается. Я сейчас думаю. И уже понимаете, да, что есть какой-то обман? Да. Но уже были готовы переводить деньги. Мне кажется, на этом эксперимент можно заканчивать. Результат превзошел все мои ожидания. За полчаса мне были готовы предложить 80 тысяч рублей за свадебный тур в Италию, 45 за тур в Англию и 20 тысяч за путевку в Турцию. Я никогда еще не была так близка к тому, чтобы за полчаса заработать больше 100 тысяч рублей и срок за мошенничество. Эксперты говорят, прежде чем отдать деньги за путевку, стоит обратить внимание на несколько вещей. Сколько турфирма существует на рынке, есть ли у нее отзывы и работающий сайт. Готовы ли сотрудники составлять официальный договор? А еще важно проверить документы, даже если покупаете онлайн. Смотрите далее в специальном репортаже, чем опасны самостоятельные путешествия. И что делать с билетами на самолет, который не вылетел? Было, конечно, очень обидно, потому что Львганзе так решить ситуацию не смогла. Ни букингом единым, где теперь бронировать отели и стоит ли доверять новым сервисам? Такое чувство, что реально им в страны звонит и деньги обратно требует. Сам себе гид, можно ли обойтись без туроператора? То есть вместо 130 я улечу за 90 на Мальдивы на неделю. Апрель. Традиционный карнавал в Рио-де-Жанейро. Москвичка Анастасия Логинова решила, такое пропустить нельзя. Купила билеты на самолет за 50 тысяч рублей с пересадкой в Мюнхене. За несколько недель до вылета узнала, рейсы отменили. Мне никак не могли вернуть деньги из-за того, что наши платежные системы не работали. С компенсацией иностранная авиакомпания не торопилась, оправдывалась. Международные переводы на российские банковские карты теперь делать сложнее. Ожидание оказалось напрасным. Девушке пришлось покупать новые билеты уже у другой компании. Мне было, конечно, очень обидно, потому что Луганза так решить ситуацию не смогла. Мне пришлось покупать билеты за баснословные деньги в Рио-де-Жанейро, чтобы исполнить свою мечту. Мечту самой принять участие в карнавале. Анастасия – профессиональный танцор. И в этом году на легендарном шоу она все-таки выступила. А еще посмотрела Рио-де-Жанейро с высоты птичьего полета, освоила там параплан и посетила достопримечательности. Отдала за билеты двойную цену, но, говорит, ни о чем не жалеет. И уверена, самостоятельно путешествовать интереснее и зачастую выгоднее. Показывает на примере Мальдивских островов. Думаю, тысяч сорок можно себе. Сорок. То есть вместо 130 я улечу за 90 на Мальдивы на неделю? На неделю с перелетом и проживанием. Существенно? Конечно. Но только будет зависеть от уровня отеля. По внутренним направлениям картина аналогичная. Девушка подсчитывает, сколько уже сэкономила. Тут Дагестан стоит 34 тысячи рублей. Я слетала в Дагестан на пять дней со всеми экскурсиями, со всеми тратами за 22 тысячи рублей. В принципе, вы можете сэкономить на этой поездке около 10 тысяч рублей. В столичном комитете по туризму говорят, такой подход к планированию отдыха – современный тренд. Москвичи все чаще надеются на себя, а не на турфирмы. Поездки организовывают самостоятельно. По России это такой явный тренд, который наметился в прошлом году. Это индивидуализация туризма. То есть люди сами планируют путешествия по России, пользуясь различными сервисами. Среди таких сервисов прежде всего сайты для бронирования гостиниц. Место ушедшего Booking.com постепенно занимают Суточно.ру, Островок и Авито. Но переход это не быстрый. Ведь у иностранного сайта в России были высокие рейтинги доверия. У наших приложений ниже, но по функционалу они похожи. Пробую самостоятельно забронировать гостевой дом с помощью одного из таких. Нахожу интересный вариант размещения. В Карелии сортовала с выездом 15 августа 29 тысяч на неделю. Очень красивые виды. Бронирую номер. С условиями отеля соглашаюсь. Одно из них гласит. В случае незаезда в назначенную дату я должна буду заплатить штраф. Стоимость одной ночевки в гостевом доме. То есть 5000 рублей. Это если заезд не состоялся по моей вине. Но может быть иначе. Путешественник Андрей Шмуров рассказывает. Планировал отдохнуть в Петербурге. Но в отель его никто не впустил. А деньги сервис списал. Я позвонил, сообщил о том, что не могу дозвониться до администратора. Дверь на кодовом замке. Код в броне не указан. То есть попасть в отель я не могу. И попросил отменить бронь. Уже в конце поездки пришло неприятное смс о списании того самого штрафа за незаезд. На жалобу представители отеля ответили письменно. С гостем связывался лично я. И списал штраф. Штраф тоже лично я. Лично он связывался? Нет. Я даже не знаю, кто это. За возвратом рекомендовали обратиться в сервис по бронированию. Там сначала обещали проблему решить. А потом перестали отвечать на звонки Андрея. Такое чувство, реально им полстраны. Звонит и деньги обратно требует. Десятки минут ожидания на линии. Затем смена сим-карты. И вот дозвониться получается. Менеджер рассказывает свою версию. Считает, за сутки до приезда Андрею позвонили из отеля. И он сам попросил отменить бронирование. Не очень понимаю все эти временные парадоксы. Но даже я понимаю, что если я бронировал 21 числа номер на 21 число, то 20 числа мне звонить никто не мог. Мужчина уверяет, звонков от отеля накануне быть не могло. Ведь номер бронировал день в день. Как минимум, это у вас не на одну Нобелевку тянет. Ну, либо на длинный срок за мошенничество. Хорошо, Андрей. Чем-то я могу еще вам сейчас помочь? Да я так полагаю, что нет. Андрей написал заявление в Роспотребнадзор. Мы, в свою очередь, попросили сервис по бронированию прокомментировать ситуацию. Может быть, просто совпадение. Но практически сразу Андрею пришел не только ответ, но и обещание вернуть деньги в почти четырехкратном объеме. Отель сделал возврат для гостя. Мы, со своей стороны, тоже сделали компенсацию, потому что гость пострадал. Он вынужден был искать себе новое бронирование. Пережил стресс. В Комитете по туризму Москвы заметили, в качественных сервисах по бронированию, где будут размещены лишь проверенные варианты, сейчас как никогда острая необходимость. Так что активно развивают свое приложение Роспас. Им уже воспользовались больше четырех миллионов человек. Если вы хотите найти отель в Санкт-Петербурге, допустим, выбираете город, выбираете даты, количество людей, допустим, двое, и нажимаем «Найти». После того, как отель найден прямо в приложении, можно посмотреть, какие достопримечательности есть рядом, и успешно спланировать себе отдых. Или обратить внимание на готовые маршруты. Эта услуга также абсолютно бесплатна. Маршруты – это бесплатный совершенно продукт, ничего тут здесь платить не нужно. И выбираем, допустим, там Казань. И вот как раз видим наши маршруты по Казани. Создатели приложения уверяют, такой отдых точно не разочаруют, особенно если отправляться в путешествие в подходящей компании. Лидия Воеводина, которая осталась недовольна отдыхом в Турции, уже планирует следующую поездку с новыми друзьями. И поедем в Турматы? Обязательно. Они обязательно поедут, только отель теперь будут выбирать тщательнее, а новый тур надеются оплатить с компенсацией за испорченный отдых. Все вместе поедем, камера, гости. Спасибо, что мы теперь ездим друг к другу. Мы поможем, что нас объединит счастье, но объединил несчастье. С развитием интернета и соцсетей владельцам отелей все труднее скрыть своих тараканов. Туристам, которые планируют отдых и умеют собирать информацию о месте, куда едут, не проблема найти настоящие отзывы. Так же, как и собрать информацию о турагентстве, которое продает пакетное предложение. Когда цена отдыха сотни тысяч рублей, лучше не жалеть время, потраченное на проверки. А то запросто можно испортить и дни отдыха, и настроение на недели и месяцы после.